В августе текущего года Страны Варшавского договора ввели свои войска в количестве 240 тысяч человек 170 тысяч из них это были советские войска Целью было, я уже сказал, пресечение антигосударственного переворота В начале августа в Чехословакии активизировались антигосударственные силы Объединились фашисты бывшие, уголовники, предатели из числа духовенства И просто ярые антикоммунисты Войска вошли на территорию Чехословакии 21 августа Операция по сообщениям в то время средств массовой информации зарубежных прошла Относительно бескровно, быстро, четко и безупречно Наши войска взяли под охрану наиболее важные здания Наиболее важные правительственные учреждения Но размещались в палатках При этом они не захватили ни одного здания для собственных нужд Надо сказать, что вот эта операция не оказалась совершенно бескровной Уже с первых дней мы были ввязаны, наши войска были ввязаны в бои Некоторые лица из числа наиболее агрессивных чешских и словацких граждан Открывали стрельбу по нашим войскам, жгли наши бронетранспортеры и танки Гибли люди Всего в ходе этой операции погибло 105 советских военнослужащих И порядка 80 человек чехов и словаков Операция закончилась в ноябре 1968 года Ну а совсем советские войска были выведены с территории Чехословакии в 1991 году Тогда наша группировка составляла 100 тысяч человек Мы говорим об этой проблеме, об этом событии В связи с тем, что полагаем, что лица советских граждан На сегодня российские только граждане, разумеется Участвовавшие в той операции, должны быть признаны участниками боевых действий В этой связи должны быть внесены соответствующие изменения в закон о ветеранах И тем из них, кто нуждается, должны быть представлены необходимые льготы Надо сказать, что такой законопроект мы уже вносили несколько лет назад К сожалению, в начале этого года он был отклонен по воле парламентского большинства Тогда некоторые заявили, что это авантюра и провокация Некоторые имеются в виду депутаты, к сожалению Но сейчас мы подготовили вновь такой законопроект И предполагаем его внести Полагаем, что он может быть принят Хотя нам известна позиция правительства И позиция Министерства обороны Которые заявляют, что решение о проведении военных действий Якобы не принимало наше правительство Не принимали органы власти Ну, я думаю, это кроме смеха ничего вызвать не может Вообще смех со слезами Всех тех депутатов, которые являются патриотами России Мы предлагаем присоединиться к нашему законопроекту Спасибо Государство Дума завершает свою работу в эту неделю Но работает усиленно Суть состоит в том, чтобы подготовить и принять в третьем чтении Все те федеральные законы По которым примутся изменения в налоговой, таможенной, бюджетной кодексе С тем, чтобы создать законодательную полную базу Для подготовки, внесения уже осенью текущего года в Государственную Думу Трехлетнего бюджета на предстоящие 19-е и последующие плановые 20-е и 21-е годы Фракция КПРФ активно участвует во всей этой работе Сегодня повестки дня Государственной Думы Такие четыре законопроекта Прежде всего, один из них самый главнейший В третьем чтении будет голосоваться законопроект о повышении налога на добавленную стоимость на 2% пункта с 18 до 20% А также вторая часть этого закона Это сохранение сниженной ставки формирования пенсионного фонда на уровне 22% Фракции не будут поддерживать этот законопроект Потому что повышение на 2% пункта НДС Существенно отразится на процентах инфляции Ухудшит положение народа Создаст достаточно тяжелые условия для экономического роста И работы предприятий и организаций нашей Российской Федерации Более того, принятие этого закона предполагает двойную экономию С одной стороны, вы знаете, пенсионный новый закон, который был принят в чтении Предполагает, что в 2019 году никто в Российской Федерации не будет уходить на пенсию Все будут продолжать работать Ну а соответственно у нас 43 миллиона пенсионеров 20 лет пенсионного обеспечения после выхода на пенсию в среднем расчета Такие 2, где-то 2,3 миллиона человек не будут и не станут пенсионерами А соответственно пенсионному фонду сэкономится из расчета 14,5 тысяч рублей средняя пенсия Порядка, как вы сами понимаете, 300 миллиардов рублей Кроме этого, вторая часть экономии заключается в том, что они будут вынуждены продолжать работать А стало быть, они будут платить НДФЛ 13% Вот 2,3 миллиона, 13% и средняя заработная плата 48 тысяч рублей по Российской Федерации Это тоже порядка 120 миллиардов рублей дополнительной экономии Кроме этого, социальные фонды получат, так как они будут отчислять 30% своей заработной платы фонда оплаты труда Еще порядка 260-280 миллионов Таким образом экономия получается порядка 700-800 миллиардов рублей Вы знаете, что за счет повышения на 2% пункта НДС предполагается получить в 2019 году 633 миллиарда Получается общая экономия почти 1,3 триллиона рублей Которые абсолютно необоснованы Это можно обеспечить без повышения НДФЛ Одновременно также вносятся для третьего чтения так называемые налоги Которые обеспечивают налоговый маневр в нефтяной сфере Будут повышаться цены внутренние Потому что цены на сырую нефть на мировом рынке и в Российской Федерации Должны будут выравниваться Вывозные пошлины будут сводиться на ноль постепенно А это предполагает, соответственно, увеличение налоговой нагрузки на нефтепровабатывающие предприятия Это НДПИ будет расти Ну и, соответственно, будет расти акцизы Потому что баланс бюджета надо будет обеспечивать Фракция КПРФ предлагает совершенно новую программу Она была впервые предъявлена на выборах президента Российской Федерации Вот этой программой шел у нас Грузин Павел Николаевич Мы предполагаем, прежде всего, нагрузить богатую часть населения С тем, чтобы выровнять социальное неравенство И создать предпосылки для успешной, такой дружной работы В целом хозяйства Российской Федерации Спасибо за внимание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова